Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе и феврале этого года на дорогах нашего региона произошло 220 автоаварий. Чаще всего, по данным управления ГИБДД, участниками ДТП становились мужчины и женщины-водители в возрасте от 18 до 35 лет. Первые стали виновниками 16 смертей, вторые – одной. Представительницы слабого пола попадают в аварии в шесть раз реже сильной половины. Трасса 101 На некоторых дорогах в России максимально разрешенную скорость могут увеличить до 110 км в час. Речь идет об участках трасс федерального значения в Ярославской, Пензенской, Рязанской и Свердловской областях, а также в Чечне, Дагестане и Ставропольском крае. Новшество может вступить в силу в этом, либо в следующем году, информирует Росавтодор. Ранее, добавлю, представители некоторых ведомств, в том числе МВД, высказывались за пересмотр скоростных ограничений на всех дорогах страны. Трасса 101 Около 60% российских автовладельцев боятся главным образом угона своей ласточки. Итогами опроса делятся РИА Новости. Каждый пятый из этих респондентов видит сны, что его машину похищают. А для 3,5% опрошенных угроза кражи авто является навязчивой идеей. Она преследует их постоянно. В случае исчезновения автомобиля большинство граждан обратятся в полицию. На втором месте вариант ответа «Буду искать в другом месте». Трасса 101 Обновленный Hyundai Creta будет стоить минимум 975 тысяч рублей на 3 тысячи больше предыдущей версии. Кроссовер отличается другой решеткой радиатора и колесными дисками R16. Моторы те же бензиновые, объемом 1,6 либо 2 литра, мощностью 123 или 149 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия в первом случае механика или автомат, во втором только автомат. За максимальную комплектацию с кожаным салоном и светодиодной оптикой придется заплатить немногим более полутора миллионов рублей. Трасса 101 Вы не по своей вине попали в автоаварию и хотите получить от страховой компании не натуральное возмещение, то есть направление на ремонт, а деньги. Как это сделать, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров. В данном случае страховая компания выплачивает вам определенную сумму, которая рассчитана по единой методике. Единая методика в данном случае подразумевает стоимость использования запчастей по стоимости из сайта РСА, Российского союза автостраховщиков. И, как правило, этой суммы не хватает на устранение тех повреждений, которые были при ДТП. В данном случае со страховой компанией вы вряд ли что-то сможете взыскать. Вы можете эту сумму взыскать с виновника непосредственно, разницу между реальным ущербом и той суммой, которая оплатила вам страховая. За разъяснениями можете обратиться к нам в Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловской, 52. Телефон 64-5004. Также есть данные все на сайте kiroots.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101